Сегодня мы говорим о такой важной теме, как страх. Страх бывает совершенно разный. С одной стороны, страх это то, что нас парализует. Как часто мы чего-то боимся, не решаемся делать то, что мы хотим делать, и то, что у нас получилось бы делать, если бы мы только преодолели этот страх. Но страх на иврите это ера, и ера это не только страх, вот такой вот парализующий животный страх, ера это тоже видение, видение последствий, потому что на самом деле без страха мы не делали бы кучу классных, важных, потрясающих вещей, которые мы реально делаем. Например, если бы мы не боялись прожить бессмысленно эту жизнь и умереть, ничего не успев сделать, мы никогда бы не мотивированы были что-то делать важное в этой жизни. Если бы мы не боялись заболеть, мы бы не предпринимали разные правильные меры предосторожности. Если бы мы не боялись испортить своих детей, мы бы меньше учились, мы бы меньше старались быть для них хорошими родителями. Поэтому страх это не только парализующая вещь, но это еще и мотивирующая вещь. Это очень важно учиться, когда нас окутывает страх. Потому что мы должны спросить себя первый вопрос, что это за страх? Он меня мотивирует, и тогда это замечательно, что я боюсь, я могу дальше бояться, мы платим много денег за то, чтобы бояться. Мы едем на американских горках для того, чтобы чувствовать страх, и вот это классное ощущение, что я живу. Или меня мой страх парализует, и тогда мне нужно научиться с ним жить, научиться с ним бороться, научиться себя преодолевать. Давайте сейчас попробуем сделать такую медитацию снова на тело страха, и попробуем понять, каким образом страх изговаривает с вами, что происходит внутри вашего внутреннего мира, когда страх подкрадывается. Итак, снова закрываем глаза, снова устраиваемся поудобнее, совершенно не важно, для нашей медитации какая-то будет поза. Мы не медитируем только в каких-то определенных позах. Нам самое важное, чтобы вам просто было удобно. Мы также не регулируем каким-то образом свое дыхание, можем дышать так, как нам удобно, так, как нам комфортно. Если хочется дышать глубоко, можно дышать глубоко. Если хочется дышать поверхностно, можно дышать поверхностно. Но очень важно просто чувствовать свое дыхание, осознавать наше дыхание, как мы дышим. Мы закрываем глаза для того, чтобы уйти немножко внутрь своего мира. Меня часто спрашивают, почему я не медитироваю с музыкой. Дело в том, что мы очень часто начинаем быть зависимыми от музыки, и музыка, она куда-то нас ведет. А нам сейчас важно не идти куда-то, а нам важно уйти внутрь самих себя. Поэтому, хотя с музыкой, безусловно, легче медитировать, нам стоит научиться медитировать без музыки, чтобы слышать себя и свою душу. Я снова хочу, чтобы мы расслабились, разрешили себе быть здесь и сейчас, никуда не торопились, никуда не бегали. Мы поняли, что здесь сейчас нет ни одного места, где вы нужнее, чем здесь и сейчас. Здесь для самого себя, для того, чтобы понять что-то важное, классное, новое, и принести это с собой в свою повседневную жизнь. Еще раз делаем глубокий вдох. Чувствуем, как мы проваливаемся, как будто бы глубже, глубже и глубже, туда, где тепло, хорошо, комфортно, безопасно, где нам хочется быть, где нам хочется расслабляться, где не страшно быть слабой. И вот в этой точке понимания, принятия, познания себя вспомните что-то, что у вас недавно, какой-то страх, который остановил вас сделать что-то важное. Вы хотели что-то сделать, вам очень хотелось чего-то в жизни, но на пути встал страх. Чего вы боялись? Поражение, провало, насмешек окружающих людей, того, что у вас никогда не получится? Какие были голоса? Что они говорили вам? Кто ты такая, чтобы думать, что у тебя это получится? Это получается только, о, ты ничего не умеешь. Ты не сможешь, ты потом не будешь знать, куда себя деть, у тебя не получится, потому что. Ты же не хочешь казаться глупой. Какие еще были голоса? Какие голоса вселяли в вас этот страх и не давали двигаться дальше? Проиграйте всю эту сцену перед собой, почувствуйте, насколько этот страх встал перед вами как стена и не давал вам двигаться дальше. А потом вы все время заглядывали, как будто бы вперед, вам так хотелось туда, но вы снова себя отдергивали, потому что это страшно. Это не для меня. Это не для таких, как я. А теперь мы не будем никуда убегать от этого страха, мы просто увидим, что он есть, но мы почувствуем, что этот страх – это какое-то препятствие, которое мы просто взяли и перепрыгнули. Он есть страх, он будет. Даже когда я его перепрыгну, мне все равно будет страшно, что я это делаю, но я все равно это буду делать. Представьте себе, как на все эти мысли о страхе вы просто говорите себе «да, я боюсь, ну и что? Я попробую? Ничего страшного не будет, если мне не получится. А если у меня получится, это будет прекрасно. Я больше пойму в процессе этого опыта, я больше пойму, что мне нужно, а что мне не нужно. И в конце концов я не буду жалеть о том, что я никогда не попробовала. Почувствуйте внутренне, как вы перешагиваете этот страх и просто идете дальше, навстречу новым вызовам, новым испытаниям, новым победам. Что вы чувствуете внутри, когда вы перепрыгиваете этот страх, и что вы уже готовы сейчас решиться сделать, несмотря на тот страх, который присутствует, с которым мы не боимся. Мы просто его признаем, перепрыгиваем и идем дальше. Принесите это осознание в свою повседневную жизнь и посмотрите, что будет меняться. Теперь давайте медленно, аккуратно, когда мы будем готовы, вернемся сюда. Я буду очень рада услышать, что вы ощутили и получилось ли у вас в реальной жизни перебороть этот страх и сделать один шаг с правильным направлением, несмотря ни на какие страхи. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова